Ну, я вам скажу так, самым, конечно, интригующим пророчеством является и тут, я думаю, вы все со мной согласитесь, и сейчас будете меня слушать, раскрыв рты. Это я не сомневаюсь. Если я не увижу этих раскрытых ртов, то я просто впаду в негодование полное. Самое интересное, самое интересное пророчество. Какое же? Ну-ка! Кого мы ждём? Кого ждём? Антихриста! Вы что? Какие вы отсталые люди! Господи! Антихриста же ждём! Где он? Я еду, смотрю, в автомобиль. Ой, три шестёрки на номере! Вот он! Давай его лови быстрее! Или в какой-нибудь чипе там спрятан, или, не знаю, в какой-нибудь конфетке или шоколадке всюду. Антихриста ждём! Господи, никак не дождёмся! Да, это пророчество, пожалуй, самое интересное, которое всю историю, всю историю привлекало к себе сознание, и сейчас, как и всегда, не меньше. Разница только, может быть, в чём? В том, что раньше эти все, так сказать, ожидания, они касались каких-то отдельных, может быть, частей мира, отдельных народов. И они не имели под собой достаточных оснований веры в то, что это сейчас будет иметь место. Почему? Потому что тогда мир был огромный, и один народ не знал ничего о другом. Все вели свой образ жизни, и была своя культура всюду, и своя политика, экономика. Теперь происходит глобализация. Глобализация! Мир становится единым! Слышите? А ведь Антихрист будет владыкой мира! Как написано? И придут все народы и поклонятся перед ним! Все народы! Слышите? Это будет всемирный владыка! Надо это понять! Он будет царь Вселенной, а не какой-то, допустим, Америки или России! Это не православный батюшка – царь России, а всего мира! В России, возможно, только его породит! Это очень возможно! Я думаю, что пророчество Игнатия Брянчанинова – это не пустые слова, что наш народ может и должен. И если вы обратите внимание, то, наверное, если вспомните, что творилось перед канонизацией Николая II, то, наверное, поймёте – уже тогда его называли Искупитель! Уже тогда называли Первый Праведник! Первый из всех русских святых! Уже и Серафим Саровский, и преподобный Сергий – все на втором плане! В иконе даже, видите, уже первые стоят! Вы слышите уже! Почему? Самый святой? Ну, нет, не самый, конечно, святой! Нет, почему? Потому что царь! Никто же не спорит, что, конечно, преподобный Сергий, конечно, святее! Тем первой вы слышите! Люди, не понимая, стихийно вы слышите, куда направлены! Ждут! Ждут его, всемирного царя! Это пророчество Бринчанинова поразительное, конечно! Что наш народ! Это, конечно, страшно! Что наш народ! Но у Константина Леонтьева есть соображения по этому поводу! Я не хочу их приводить! Почему он то же самое настаивает на этом? Вы слышите? То же самое! Ну, он к лику святых не причислен! Я просто его говорю как мыслитель, но у него соображения очень интересные! Так вот, сейчас мы, конечно, стоим перед лицом той атмосферы всемирной, уже всемирной, вы слышите? Ещё не окончательно сформировавшейся, и это ещё даёт нам время, отдушину какую-то! Не окончательно, но уже той атмосферы, той, я бы сказал, того маточного раствора, из которого он должен, должен родиться, этот страшный чёрный кристалл! Это совершенно, так сказать, очевидно и не вызывает сомнений! Глобализация идёт, как сейчас часто можете встретить, по-американски. По-американски – это что значит? Насилие, кровь, война, жестокость! Посмотрите, одно за другим! Одно за другим! Сербия! Что такое там? Нарушение прав человека! Пух и прах! Сколько там государств образовалось! Разделяя и властвуй! Чуть ли не пять! Не понравилось! Ирак! Толой! А Организация Объединённых Наций – уже ничто! Ливия – цветущая страна! Убить Каддафи – приговор! Кто сделал этот приговор? Не знаю! Что за тайные организации, которые принимают это решение? Но в исполнение приводится неукоснительно! И Ливия из самого райского уголочка Африки превратилась в бедные, в руины, развалины! Неизвестно во что! Сами народы – всё теперь! Там никакого мира не будет и согласия! Никакого благополучия теперь! В общем, глобализация по-американски – ух, какая глобализация! Но именно она идёт! И тогда можно понять! Понять! Если владыкой этого глобуса обещается стать кто, ясно он кто будет, если идёт глобализация по-американски, то ясно, кто станет и главой мира! Совершенно очевидно! И нет никаких, я бы сказал, отступлений, никаких идей, чтобы что-то произошло иначе! Дьявол, настоящий дьявол творит свою волю! Просто творит свою волю! И уже некому остановить его! Некому почему остановить? Мы, конечно, вам политики укажут, что вот Советского Союза не стало, теперь уже не то! А других держал! И нет, кто бы мог остановить! Мне кажется, мы должны сказать несколько о другом! Потому и не стало Советского Союза! Потому и нет никакой другой силы, которая могла бы остановить эту демоническую глобализацию только по той простой причине, что происходит страшное оскудение человеческого духа! Даже там, где, кажется, православие является основной религией в народе! Даже там! Вот причина! Где дух угасает, там больше страдает и всё тело! И вот тело мира уже погружается в конвульсии! Эти конвульсии будут всё сильнее! То, что это так, то просто нет оснований сомневаться! А кто он? Ой, какие сильные слова у апостола Павла! Ой! Хоть бы христиане читали бы, что ли! Человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся, выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бог. Вы слышите? Да какой сатанинской гортыни! Прямо сатана! Беззаконник, которого пришествие по действию сатаны, послушайте, будет со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными! Вот на чём попадётся наш народ! Я говорю «наш», потому что православный. Я не говорю о неверующих людях. Православный на чём попадут? «Чудеса и знамения!» Слышите, что? Больше ничего мне не надо! Чудо – значит святой! Вы обратили внимание, что сейчас творится с народом? Все ищут чудес! Посмотрите! Привозят какую-нибудь святыню, посмотрите, какие очереди! Что такое? Вот пояс Богородицы, пожалуйста, посмотрите! Ужасные! Это всё! Почему? Чудес ищут! Что, Богоматерь нельзя молиться? Где угодно? Нет! К поясу стоят! Богоматерь так тебе ничего не поможет до тех пор, пока ты к поясу не припадёшь! Я же вам говорю, как я однажды, читая где-то на приходе лекции, и сказал, кому нужно молиться от пьянства? Всей хором, народу много, неупиваемые чаши! Я говорю, правильно! Не вздумайте молиться перед Владимирской, Казанской, Иверской или прочими иконами! Не поможет! И все... Я говорю, вот до чего мы дошли! Не Богоматерь нам нужна! У меня одна женщина, ну, правда, она так говорит, когда что-то я сказал, я сказал, Богоматерь одна! Ох, мне досталось на орехи! Как одна Богоматерь! И давай мне перечислить иконы! Я тут же сдался! Говорю, да-да-да-да, ой, да-да-да-да, тут же сдался! Я говорю, чему вас учат в семинарии только? Ну, что вы! Там уже воевать было ни в коем случае нельзя! Пришлось капитулировать моментально! Вы слышите? Чудес ищут все! Правда, под флагом Бога, там, святых, Богоматери, но не Бог нужен и Богоматери! Что вы? Они только средства! Причём чудес в чём ищут? Чудес для моего земного благополучия! Вот чего! Слышите? Ой, как был бы интерес! Вот тот эксперимент, о котором я вам всё время говорю! С магнитофончиком! Вот какая-то гигантская очередь! Тысячи! Стоят десять часов больше! Вы что стоите к поясу Богом Родицы? Скажите, о чём? Я не сомневаюсь, что ни одного ответа не было! Я стою, чтобы мне от тщеславия избавиться! А мне от неприязни к своему брату или к сестре! А я от зависти! Не найдёте вы этого, идеалисты! Вы что? Думаете, нам это нужно? Ну, что вы! Мне нужно... Вот детей у меня нет! Вот о чём я стою! К поясу Богородицы! И всё! Слышите, идёт, какое изменение сознания! Какими мы, религиозные люди, что у нас первичным является! Даже саму веру искажаем! Какое святое дело – почитание икон! Почитание святынь – святое дело? Да, мы почитаем даже, если хотите, какие-то вещи, какие-то даже своих родных, фотографии! Уж тем более мы святые иконы почитаем! Так? А во что превращается? Слышите, как переходим все грани! И что начинается? Чудес мы ищем и знамени! Ищите – получите! Получите! Апостол Павел прямо пишет! Он действительно великий пророк, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными! Не забудьте говорить об этом людям! Всем тем, кто ищет этого! Вот, оказывается, перед чем стоит христианин, православный христианин! Вы поняли, перед каким искушением, когда он этот исцелил от неисцельной болезни? Ясно, откуда он? От Бога! Ясно, он Христос! Разве непонятно? Слышите, перед каким страшным искушением стоят христиане, стоят православные христиане, принять этого лжеца и негодяя, который будет давать совершать великие знамени и чудеса? И пишет дальше, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Не истину мы ищем, а благ себе! И больше ничего мне не нужно! Да, и не хочу думать, что, может, через день я уже умру! Но мне сейчас дайте вот это, и всё! Безумный! Отсутствует даже мысль! Недаром Исаак Сирин писал, «Кого назову разумным? Только того!» Слышите? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни! Вот кто разумный! Тот тогда может действительно правильно относиться к своим желаниям, своим стремлениям, своей жизни, ко всему, что его окружает и что в нём находится! Только тот, кто помнит, что есть предел его жизни!